Здравствуйте, друзья! Рады поделиться с вами обзором материнской платы ROG Rampage 6 Apex, которая является одним из флагманов компании Asus на базе чипсета Intel X299. Она обладает оригинальным дизайном, LED-подсветкой, не совсем обычной дисковой подсистемой и рядом других особенностей. Но для начала несколько слов о самом чипсете Intel X299. Он был создан под платформу Socket LJ2066, которая также включает в себя процессоры линейки Intel Core X. На рынок он пришёл на смену набору системной логики Intel X99 и принёс с собой ряд актуальных возможностей. Первая из них – это переход на шину DMI 3.0 вместо 2.0 с более высокой пропускной способностью, что позволило увеличить количество чипсетных линий с 8 до 24, а вместе с тем перевести их на стандарт PCIe 3.0. Количество портов USB 3.0 увеличилось на 4, зато интерфейсов SATA 3.0 стало на 2 меньше. К сожалению, в новом чипсете не предусмотрена поддержка интерфейса USB 3.1 Gen2, что немного странно для флагманской платформы середины 2017 года. Материнская плата ROG Rampage 6 Apex поставляется в картонной коробке с отличным информационным наполнением. Комплект поставки полностью соответствует её высокому уровню и включает в себя целую россыпь дополнительных аксессуаров. Четыре SATA шлейфа, три мостика NVIDIA SLI, две платы расширения ROG DIMM 2 и многое другое. С первого взгляда новинка приковывает к себе внимание благодаря необычному дизайну печатной платы формата EATX, который получил название X-Shaped. Дополнить образ можно с помощью LED-подсветки ASUS Aura Sync. На обратной стороне выделим опорные пластины под чипсетом и процессорным разъёмом, а также низкопрофильный радиатор на элементах подсистемы питания, не уместившихся на лицевой стороне. В нижней части печатной платы приютилась целая россыпь полезных элементов, включая колодку аудиоразъёма фронтальной панели, дополнительный разъём питания PCI-Express, кнопку переключения между микросхемами BIOS, разъём для светодиодной ленты, пару колодок USB 2.0, кнопку MEM-OCK и другие. Правый верхний угол печатной платы также заслуживает повышенного внимания, поскольку здесь находится впечатляющий набор инструментов для оверклокеров. Возможность организации дисковой подсистемы представлена четырьмя интерфейсами M.2, сокет 3 и шестью портами SATA 3.0. Сами интерфейсы M.2 реализованы при помощи пары комплектных плат расширения ROG DIM2, которые устанавливаются в два DIM-слота. Соответственно, остальные четыре предназначены для модуля оперативной памяти стандарта DDR4. Для большего удобства они оборудованы защёлками только с одной стороны. При этом четырёхъядерные процессоры линейки Intel Core X могут работать лишь с двумя DIM-слотами, а модели с шестью ядрами и более могут обслуживать все четыре разъёма. Система охлаждения состоит из трёх алюминиевых радиаторов. Один установлен на чипсете, а пара других, соединённых тепловой трубкой, отвечают за охлаждение элементов под систему питания. Полученные результаты можно смело охарактеризовать как очень хорошие, и у вас будет достаточный запас до критических значений при разгоне. Питание процессора осуществляется по восьмифазной схеме с применением высококачественной элементной базы. Для установки графических ускорителей доступно четыре слота PCI-Express 30X16, которые подключены к процессору и делят между собой от 16 до 44 линий в зависимости от модели процессора. Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер Intel. Распределение сетевых ресурсов и приоритизацию трафика поможет осуществить фирменная утилита ROG GameFirst 4. Предустановленный аудиокодекс SupremeFX S1220A предлагает поддержку восьмиканального звука и обеспечивает воспроизведение аудио соотношением сигнал-шум на уровне 120 дБ. Во избежание возникновения помех, вызванных электромагнитными наводками, используется технология экранирования звукового кодека. А для обеспечения максимального качества звука применяются аудиоконденсаторы Nishikon. Главным достоинством интерфейсной панели является двухполосный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2. Также отметим большое количество портов USB и удобное подключение многоканальной акустики. А для организации охлаждения внутри системного корпуса предусмотрено 12 четырёхконтактных разъёмов. Тестируемая модель использует современный предзагрузчик на основе графического интерфейса UEFI, осуществлять настройки в котором можно при помощи мышки. Он предлагает два основных сценария использования. EZ-Mod, в котором все необходимые настройки сгруппированы на одном экране, либо привычный Advanced-Mod, где все настройки разнесены по своим вкладкам. Функциональные возможности BIOS позволят не только оптимально сконфигурировать систему, но и реализовать разгон ключевых узлов. А для мониторинга можно использовать правую боковую панель, которая отображается во всех разделах, либо специальную вкладку Monitor. Воспользовавшись функцией автоматического разгона в BIOS в режиме TPU1, мы получили частоту процессора Core i7-7820X на уровне 4,2 ГГц. В таком режиме множитель повышается до 45, а частота памяти до 3200 МГц. Но при выполнении AVX-инструкции частота CPU снижается на 200 МГц, а при задействовании AVX-512 на 300 МГц. Ручной разгон в BIOS позволил достичь скорости 4,3 ГГц при помощи повышения множителя до 44 и снижения частоты на 100 МГц при выполнении AVX-инструкций. Тестовые модули оперативной памяти серии E-Pacer Blade стабильно работали на частоте DDR4-3200 МГц. Отдельно мы проверили скорость работы SSD-накопителя Western Digital Blue при подключении через плату расширения ROG DIMM2. Никакого снижения производительности не наблюдается. Продемонстрированные результаты тестирования говорят об отличном качестве исполнения новинки, использовании хорошей элементной базы и удачной оптимизации настроек BIOS. Материнская плата ROG Rampage 6 Apex является одним из флагманов на чипсете Intel X299. В первую очередь в глаза бросается ее необычный дизайн, который дополнен LED-подсветкой Asus Aura Sync. Но в погоне за стилем Asus не забыла о высокой функциональности своего детища, оснастив его в соответствии со всеми современными тенденциями. В арсенале новинки вы найдете поддержку портов USB 3.1 Gen 2, беспроводные интерфейсы, богатый комплект поставки, возможность подключения четырех M.2 накопителей, исключительно качественную элементную базу и много другого. Аверклокеры и просто любители открытых стендов по достоинству оценят хороший набор управляющих и диагностических элементов на поверхности платы, который будет особенно полезным при экстремальном разгоне с переходом в минусовые температуры. Единственной преградой на пути к покупке этой новинки станет внушительный ценник, который соответствует ее статусу и функциональным возможностям. Поэтому если вы хотите получить не просто топовую, но и оригинальную внешнюю систему, то ROG Rampage 6 Apex вас не разочарует. На этом все, спасибо за просмотр, если видео понравилось, то обязательно наградите его лайком, комментарием или репостом. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых интересных тестов. Всего вам хорошего и до новых встреч!